В эфире Вести с коней. И как всегда у нас потрясающие гости. Чемпионка Европы, мастер спорта по выездке Анна Гусейнова расскажет нам о своих спортивных планах и поделится секретами своих спортивных побед. А главный тренер сборной России и главный тренер конного клуба Продар Ольга Соболева приоткроют завесу тайны над тем, кто же поедет в составе сборной команды России на первенство Европы. Ну а на тему возможного состава сборной команды России на всемирные конные игры свое авторитетное мнение выскажут наши эксперты. Кто же они? Скоро увидите. Сохраняем интригу. Встречаемся в студии. Встречаемся в студии. Здравствуйте, дорогие конники. И не только. Приветствуем вас, друзья. В эфире Вести с коней и самые свежие новости. Но иногда и не очень свежие, учитывая, что Вести с коней пока выходят только один раз в месяц. Зато наши новости самые важные и интересные. А наш предыдущий апрельский выпуск получил более 22 тысяч просмотров и кучу комментариев. Кстати, и наш конкурс на лучшее фото с хештегом «Вести с коней весна» имел громадный успех. Мне понятен твой восторг. Ведь почти все фото мы получили от девушек. А это свидетельствует о растущей армии твоих поклонниц, Женя. А ты не завидуй. А я не завидую, я горжусь. И все же, среди этого цветника оказался довольно интересный юноша. Именно ему мы отдаем главный приз нашего конкурса. Итак, мы единогласно решили, что приз от клуба «Продар» – тренировка под руководством одного из наших тренеров – достанется Кириллу Кириллову. Город Днепр. Украина. Но, учитывая, что Кириллу придется для получения приз совершить непростое по нынешним временам путешествие из Днепра в Москву, мы расширили призовые рамки и предложили Кириллу месячную стажировку в клубе «Продар». Дорогий Кирилл, щиро вітаемо тебя и чекаемо в нашему гостинному международному клубе. Мы впевнены, что кинный спорт – потужный объединенный фактор и российско-украинское спортивное сообщество непорушено. Несмотря ни на что, мы вместе. И никому не удастся разрушить вековой союз наших народов. Здорово. Знаешь, работая в проекте «Вести с коней», я осознал, что правду говорить очень удобно. Ага, не нужно помнить, что анонсировалось в предыдущих выпусках. Конечно. Знаешь, я очень люблю людей с чувством юмора и моменты, которые вызывают улыбку. Я тоже. Поэтому спешу сообщить, что впереди нас ждут смешные сюжеты о лошадях, которые играют в футбол, баскетбол, помогают уборке, а еще так входят в раж на соревнованиях, что не могут остановиться и перепрыгивают барьеры, выскакивают за пределы боевого поля. Видно, настало время для нашей рубрики «Ржом вместе». Субтитры создавал DimaTorzok «Ржом вместе» Да, юмор и новости – великое дело. Ведь как по-разному можно преподнести одно и то же событие? Вот, например, 4 мая оказывается День Звездных Войн. Я узнала об этом, как ты думаешь, откуда? С официальной страницы Международной Федерации Конного Спорта. Ребята с чувством юмора не упустят ни одного повода для продвижения конного спорта. Итак, дорогие друзья, встречаем лето. Знаешь, раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года были бы деньги, и теперь я люблю деньги. Никакой в тебе романтики. Лето – это же прекрасно. Согласен. Я обнаружил, что только 1 июня можно констатировать. Сегодня – лето. Завтра – лето. Послезавтра – лето. Через два месяца – лето. Через год – лето. Лето – это путешествие. Обожаю путешествовать. А ты, Жень? Я тоже. Вот купил карту мира. Скоро отправлюсь в Кургосветку. Ничего себе, откуда у тебя столько денег? Ха! Да наша карта-то недорогая. И вообще, деньги, путешествия и идеальные отношения всегда есть только в гороскопах. Кстати, о путешествиях. Моя подруга познакомилась в интернете с мужчиной и завязался разговор о путешествиях. Он начал писать, куда ездил, что видел, что ему понравилась Италия, рассказал, что там интересного, в каком ресторане был, что пробовал. А она ему что, написала, что тоже смотрела эту серию «Орел и Решка»? И все же вернемся к новостям. А их у нас есть. Вот, пожалуйста. Продар Тудей сообщает. В клубе состоялся первый турнир серии на кубок благодоварительного фонда «Ваня». А сам фонд разработал новую линейку брендированной амуниции, приобретая которую вы помогаете российским конникам, столкнувшимся с серьезными проблемами со здоровьем. Дорогие друзья, смотрите, как красиво получилось. Турнир впервые проводится в России. Это благотворительный турнир. И как у нас написано в нашем лозунге, мы разные, но мы вместе. Мы стараемся максимально оказать помощь конникам России, те, которые попали в тяжелую ситуацию. Надо понимать, что мы одна большая семья. Это российские конники. И участие в таких турнирах, мне кажется, это большой вклад в то дело, которым мы занимаемся. Занимаемся мы помощью. Очень понравилось здесь. Очень хорошая атмосфера, очень хорошие условия. Долгое время дружила с Ваней, в честь которого проводятся соревнования. Очень хорошее отношение с хозяевами клуба. Тоже мы с ними дружим. Поэтому я приехала. Сегодняшней ездой своей я не очень довольна, потому что мы совершили несколько, скажем так, дорогостоящих ошибок. И поэтому не смогли подняться выше на пьедестале. Но, тем не менее, по итогам двух дней мы остались вторые, и я этому рада. Я довольна ездой. Проехала энергичнее, лучше, чем вчера. Поэтому, в принципе, довольна. Но есть над чем работать. Благодаря фонду Ваня. Все конники, по чуть-чуть, кто там, хоть 100 рублей, хоть 1000, хоть 10 тысяч, неважно. Понемногу, понемногу мы делаем действительно добро. Это потрясающая идея, и я считаю, что это великие люди, которые создают такие фонды. Сегодня в клубе «Продар» прошел первый турнир из серии на клубы благотворительного фонда Ваня. Следующие турниры пройдут в конно-спортивном клубе «Форсайт» Ленинградской области. И в клубах «Максима» и «Отрада» в Московской области. Мы приглашаем всех участвовать в соревнованиях и других мероприятиях фонда. Кроме того, я должна сказать, что фонд уже выпустил свою линейку амуниции. Это вольтрапы, бинты и попоны с символикой фонда, покупая которые, вы делаете благое дело. Следующий турнир серии на кубок благотворительного фонда Ваня пройдет в середине июня в северной столице России. Жень, а вот ты как многоопытный человек, можешь по деревьям определить, где север, а где юг? Конечно, все очень просто. Ёлка, север, пальма, юг. А как бы с другими сторонами света? А зачем они тебе понадобились? Ну вот, например, если бы ты обратил внимание на наших западных соседей, то знал бы, что в немецком Хагене прошел грандиозный фестиваль «Horses and Dreams», где защищали честь России Владимир Белецкий и его юная воспитанница Дарья Самохина. И как? Защитили? В какой-то степени да. Дарья несколько раз входила в число призеров этого сложнейшего турнира, а Владимир помимо основных маршрутов также достойно выступил в конном биатлоне, традиционно проводимом в рамках фестиваля. Конечно, я знаю про этот фестиваль. Он проходит каждый год под эгидой какой-нибудь одной страны, представителей которой разворачивают вокруг боевых полей целую национальную деревню, демонстрируя традиции, культуру, кухню, костюмы, все, что хочешь. Мне запомнилось, что в 2013 году турнир был посвящен России, а в этом году и Ордании. Только представьте, награждение победителей турнира по выездке проходило верхом на верблюдах, и круг почета вызвал бурю оваций публики. Вы уже жалеете, что пропустили это событие? А клиенты нашего нового сервиса «Продар Консьерж» совсем скоро будут застрахованы от таких рисков. Они будут всегда в курсе всех самых интересных спортивных и светских событий мира. И сколько же всего в мире происходит интересного? Взять хотя бы июнь в Европе, Сан-Тропе, Аахен, Каны, Монако. А в России июнь откроют скачки над приз президента Российской Федерации, этап Кубка мира в Нижнем Новгороде и традиционный международный турнир в Отраде. А сколько мероприятий проходит в самом клубе «Продар»? 1 июня – первый просмотр кандидатов на работу в национальном конном шоу. 2 июня – выпуск нового проекта «Продар Медиа». «Так исторически сложилось». Дорогие друзья, я с гордостью представляю вам новый проект «Продар ТВ» – программу «Так исторически сложилось». Это будет разговор о традициях и обычаях народов мира, которые мы храним, развиваем или меняем. Тема нашей сегодняшней программы – «Не все лучшее детям». И мы поговорим с Татьяной Поляковой об этой удивительной особенности. Традиция – это ритм жизни. То, что привычно, то, что близко. Этикет – это уважение к себе. И вот это слово «традиция» – это основа этикета. Что подарить человеку, у которого все есть? Прежде всего, пожелать этому человеку того, чтобы прежде он подумал о тех, у кого ничего нет. Или о тех, у кого, к сожалению, нет малого. Пятого и шестого июня в «Продаре» пройдут сразу два образовательных мероприятия. Это благотворительный семинар для всадников с федеральным тренером Германии Яном Бемельманцем. И обучающий семинар для тренеров под руководством признанного специалиста в области конно-спортивного образования Кристофа Хесса. А девятого июня выйдет видео-версия интеллектуальной игры «Что, где, когда». Что, где, когда. Ведущие российские всадники и тренеры, официальные послы благотворительного фонда «Ваня», команды Александры Кареловой, Анатолия Тимченко и Валерия Волкова против конников всего мира. Не пропустите! 26 мая. Большой международный конный клуб «Продар». А вот такой трофей получил капитан команды победителя. Вот дали подержать? Потрясающе. Да, лето будет не только жарким, но и насыщенным яркими событиями. А какая, по-твоему, у большинства из нас главная цель на лето? Ну, с девушками все просто, загореть красиво. Ага. И при этом еще семью не опозорить. Господи, прости нам старые грехи и дай сил на новые. Женя, извини, что приходится напоминать, но «Вести с коней» – это новостная программа, поэтому давай вернемся к теме. Без проблем. Итак, про «Дар Тудэй» о событиях прошедшего месяца. Май, в спортивном календаре Федерации конного спорта России, традиционно является месяцем молодежных первенств. И мы не могли обойти вниманием их результаты. Абсолютным чемпионом в личном первенстве среди юношей по выиске стала Леонова Кристина, выступавшая на Реал-Лайфе. А в первенстве среди юниоров победу праздновали Ольга Иванова в паре с аванцем. А титул абсолютного чемпиона России по выиске среди детей впервые завоевала Ольга Оржаева на Рональдиню. Еще недавно она побеждала на европейских полях и вот приехала за новым трофеем в Россию. А в ее отсутствие держать европейцев в тонусе продолжает Таисия Русакова. В испанской Сегове, выступая на бандольера, она одержала блестящие победы в детских ездах. В это же время в Мюнхене Татьяна Костерина на Дьяволесе заняла четвертое место в Кюре Сидяи. Пять звезд, пропустив вперед лишь основных членов сборной Германии. А в переездке большого приза на третью ступень поднялась Евгения Давыдова на Эвкеннинге. А как обстоят дела в молодежном конкуре? По итогам абсолютного первенства России, прошедшего в Конаково, победу в категории «Дети» одержал Андрей Горчаковский. Лучшим среди юношей оказался Глеб Тагиров. В маршрутах для конкуров самый высокий суммарный результат показала Софья Лукина. Похоже, на европейских аренах наши конкуристы тоже не дают повода расслабиться. В начале мая в немецком Манхайме в маршруте Гран-при на пьедестал почета поднялся Владимир Туганов. Он получил бронзу. Этим летом весь конно-спортивный мир будет активно готовиться к всемирным конным играм, которые пройдут в США с 10 по 23 сентября. Национальные федерации всех стран еще в начале весны огласили шот-лист претендентов на попадание в команду из список турниров, результаты которых будут учитываться при отборе. За ходом спортивной борьбы в национальных рейтингах следят не только конные СМИ, но и страны-конкуренты. Им же нужно знать, с кем придется соревноваться в трионе. Однако наша страна в этой ситуации ведет себя в лучших традициях русской разведки. Никакой информации, похожей на общемировую практику, квалификации в сборную публично не открывается. Ну и как же узнать, кто претендует на место в команде на всемирные иконные игры? Нам остается лишь положиться на мнение наших маленьких экспертов. Мы рады презентовать вам нашу новую рубрику «Вести с Паней». Расскажи, что такое конкур? Конкур – это когда лошадь прыгает вместе с наездником. Это когда лошади прыгают через препятствия. Конкур – когда дёси и дяди прыгают на лошадках. Ну и так хорошо. А что такое выездка? Это когда лошади гуляют с своим хозяином. Выездка – это когда наездник на лошади сидит. Выездка – это когда чёрчие, большие катаются на лошадках. Хорошо и красиво. А им ставят оценки? Низкие оценки. Ты бы на чём хотел больше покататься? На лошадке или на тракторе? На тракторе. Как ты считаешь, кто такой чемпион? Чемпион – это тот, кто побеждает на соревнованиях по лошадкам. Да я не могу сказать. Чемпион, когда хорошо прыгают лошадки. Это кто всегда выигрывает. Папа – чемпион. А на кого сам чемпион похож? Семпион. На кого похож чемпион? На человека. А что нужно сделать, чтобы стать чемпионом? Много тренироваться. Зима. Долго? Да. Сколько? Десять дней. Сколько соревнований нужно выиграть, чтобы поехать на чемпионат? Примерно. Пять. А сколько раз надо выиграть? Десять. Какая лошадь должна быть у чемпиона? Мощная, быстрая, сильная, тренированная. Тренированная. Пели. А как ты считаешь, почему чемпионат мира проходит именно осенью? Чтобы все успели отдохнуть, поесть мороженого. Перед тобой основной состав сборной России по выездке. Как ты считаешь, кто из них поедет на чемпионат мира? Потому что он на картинке тренирует свою лошадь для соревнований. Вот такой. Вот это, вот это, вот это. А почему? Может быть у них лошадки красивые? Да нет, они не красивые. А почему? Ну, потому что, да, потому что у них красивые осеньи. Вот этот человек поедет, потому что у него в руках кубок. А вот этот поедет, потому что у него красивая лошадка. Вот этот поедет, потому что он не боится прыгать. А больше никто не поедет. А вот для того, чтобы узнать, кто будет представлять нашу страну в составе молодежной сборной, не нужно тревожить наших маленьких экспертов. Ведь в клубе «Продар» работает старший тренер молодежной сборной России по выездке Ольга Соболева. Давайте попросим ее поделиться эксклюзивной информацией. Итак, кто же поедет от России на первенство Европы? Молодежная сборная России по выездке начала подготовку к первенству Европы 2018 года, которая в этом году состоится во Франции в Кампьене. Состав команды у нас постоянно меняется, но тем не менее, после первенства России нами были определены кандидаты, которые будут принимать участие в первенстве Европы. Наиболее высокие шансы, я думаю, у нас у двух всадников. Это у Ольги Оржаевой, выступающей по детям, потому что в прошлом году она впервые выступала на первенстве Европы и была третьей, то есть завоевала бронзовую медаль. И у Анны Гусейновой, выступающей по юношам, она у нас была уже в 2016 году чемпионкой Европы среди детей. Свою подготовку Анна начала с международных турниров, и один из них, престижный турнир в Ахине, Германии, она выиграла. Что касается юниоров, здесь у нас ситуация тоже неплохая, потому что будут принимать участие новые лошади, новые пары, такие как Ольга Иванова на авансе. Это очень интересная пара, новая, недавно созданная пара. И это Юлия Горбачева, наш старый боец, которая прошла через все Европы, начиная с пони Европы. В прошлом году она выступала по юношам, в этом году она, скорее всего, будет выступать по юниорам. Тренерским штабом были утверждены критерии попадания в сборную команду, которые были озвучены на прошлогоднем учебно-тренировочном сборе. Каждому всаднику нужно принять несколько стартов. Подготовка должна быть не только на территории России, но и старты должны быть приняты за территорией России, то есть в Германии, в Голландии и в других странах Европы. И, конечно, мы в первую очередь будем рассматривать тех всадников, у кого будет наиболее высокий результат в процентах, начиная от 68, ну и идеально от 70 и выше. Вита, а где сова? Ну, нам же с тобой дали ее только подержать. Итак, главная спортивная новость лета. Чемпионат мира по футболу в России. Кстати, Женя, а ты видел, как наши в Кубке Конфедерации новозеландцев отымели? Отымели? Не, я сразу после матча телевизор выключил. Кстати, нашим зрителям очень понравилось, как мы комментировали Олимпиаду, на которой отсутствует система допинг-контроля. Представь, как бы мы развернулись на футбольном матче. Давай попробуем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, на поле выходит наша сборная. Потрясающая комбинация. Смолов, удар, гол. Головин, удар, гол. Сборная России ведет у бразильцев уже 2-0. А теперь на поле выходит сборная Бразилии. Да очень смешно, аж плакать хочется. А давай вспомним самые забавные выражения наших легендарных комментаторов. А давай, вот, например. Титов получил пас от австрийца. Хороший пас от своего, такого не получишь. Штанга, опять удар головой. Штанга, дайте же игроку наконец мяч, чтобы прекратить эту истерику. Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику Баджо повесился на ворота. Это Куман. Вы, наверное, узнали его кучерявые ноги. И, конечно, легендарная фраза Коте Махарадзе. Пока мяч в воздухе, коротко о составе команд. Ха, и его же незабвенно. И вот мячом Олег Блохин. Удар, гол. Но, к сожалению, мяч попал в штангу. Было вне игры. Да и вообще мне помощники подсказывают, что это был не Блохин. А на самом деле, те, кто питает надежды в отношении нашей сборной по футболу, это золотой фонд нации. Ибо это требует немалого оптимизма и твердости характера. Кстати, сказанные характерны и для конного спорта. Но мы полны надежд. И пару новостей именно о таких победах, которые дают нам право рассчитывать на будущие триумфы, мы приберегли напоследок. Пока мы снимали предыдущий выпуск Вести с коней, в Ахине шел международный турнир по выездке. Талантливая российская всадница Анна Гусейнова одержала в Ахине сразу две победы в юношеских ездах. В командном призе, а затем и в личном. Нам вдвойне приятно рассказывать об успехах Анны. Ведь свой путь в конном спорте она начинала на манеже школы верховой езды клуба Продар. И сегодня Анна гость нашей программы. Здравствуй, дорогая. Анна, очень рада тебя видеть. Поздравляю тебя с победой. Спасибо большое, какие красивые цветы. Присаживайся. Пожалуйста, садись. Расскажи, ты сама ожидала такого результата? Какие трудности пришлось преодолеть ради этой победы? Трудности всегда есть. Мы много работали, много работали на этот результат. Очень хотели его достичь. И у нас все получилось. Анечка, конечно, как главный врач сборной команды, я хорошо знаком с твоими лошадьми. Но все-таки расскажи о них нашим зрителям. Мой основной конь, Лауда, это 13-летний вестфальский Мерин. На нем я выступаю по юношам. Надеюсь попасть в этом году в состав сборной на Европу. Третий раз с ним. Второй раз по юношам. Мой другой партнер, 10-летний голландской теплокровной породы Мерин Делана. С ним я начинаю выступать по юниорам. Мой молодой партнер, 4-летний Джаст Майки, голландской теплокровной породы. Я готовлюсь с ним к ездам по молодым лошадям. И мой самый давний, самый любимый партнер, 10-летний фриский жеребец Аве, Фанетхейм, с которым я продолжаю работать. Анюта, а вот мне интересно, какие у тебя ближайшие планы на сезон и какова основная цель? Основная цель это, конечно же, чемпионат Европы в этом году по юношам с Лаудой. Ближайшие планы это турнир в Германии в Хагене с 12 по 17 июня. Анечка, а еще я знаю, что совсем недавно тебе присвоили спортивное звание мастер спорта. Да, спасибо. Поздравляем. Спасибо. Все-то ты знаешь. Можно не сомневаться, что большинство наших юных зрителей мечтают повторить твой успех. Поделись, пожалуйста, рецептом, как началась твоя спортивная карьера, какую базу дал Прадар, что ты посоветуешь начинающим спортсменам? Начала я прямо в самом детстве. Я не могла пройти мимо ни одной лошади в парке. Мне на всех надо было покататься. Когда мне было 6 лет, я уговорила маму привезти меня в Прадар, начать заниматься на пони. Пока я была совсем маленькая, я занималась на пони. В этот же период мы приобрели нашего первого коня Абе. И пошло-поехало. А еще я знаю. Ну вот опять началось. Что Аня тренируется в Голландии с одной из самых титулованных всадниц мира. Аделиной Корнелисон. Расскажи, Анечка, в чем вообще различие подходов тренеров России и Европы? В Европе очень уделяют внимание мелким деталям. Это посадка в первую очередь. Правильная посадка, правильные средства управления очень важны. Плюс за ее спиной Аделинды стоит огромная команда, которая помогает со всем обиходом с лошадьми. Это физиотерапевты, ветеринары, ковали, зубные. Это огромная команда именно ее поддержки. Профессионалов. Да, профессионалов, которые с ней работают, которые обеспечивают такой высокий уровень. Что еще раз доказывает, что конный спорт – это все-таки результат работы настоящей команды. Сегодня ты являешься одним из официальных послов фонда Ваня. Что этот проект значит для тебя? И как он повлиял на твою жизнь? Этот проект, правда, удивительный. Ведь таких проектов достаточно много в Европе. Но это первый проект в России. Он уникален, и он помогает конникам. Это очень важно. И на прошедшем турнире в Ахине я заняла два первых места. И я бы хотела пожертвовать свои призовые в фонд. Дорогие друзья, мы глубоко убеждены, что будущее российского конного спорта за людьми, для которых слова милосердия, добро, взаимопомощь – не пустой звук. За людьми, которые реальными делами помогают людям справиться с бедой или проблемой. За людьми, которые любят конный спорт в себе, а не себя в конном спорте. Большие победы приходят только к большим людям. Что ж, пришло время сказать друг другу «до свидания». Мы постарались с иронией и юмором рассказать вам об основных новостях месяц. Но главная наша цель программы «Вести с коней» – это повысить наш с вами аппетит к жизни. И дарить любовь людям. С вами были Анна Гусейнова, Вита Козлова и Евгений Доровой. Работаем! Кто они? Никому не удастся, товарищи школу, разрушить вековой союз наших народов. Дорогие Кирилла! Нет, стоп. Вот это мы сейчас будем записывать раз в 150. Но пасаранок не пройдет. Враг нет. Враг на пасаранок. Евгения Давыдова на «Эв». О, вот это было хорошо. Встречаемся в студии. Враг на пасаранок. 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 Враг на пасаранок.